Хор Богородицы Рождественского храма села Тарычёва исполнил тропарь равноапостольному князю Владимиру, крестителю и родоначальнику Святой Руси, главнейшей фигуре Российской империи, братских славянских народов русского, украинского и белорусского. Великий князь Владимир принёс в нашу жизнь культуру, религию, веру. Веру мы обрели благодаря ему. В концерте, посвящённом юбилейной дате, звучали классические произведения и народные песни. Одну из них, всеми любимую, коробейники, исполнил священник Владимир Бабков, диакон храма села Тарычёва. В едином порыве и все присутствующие подхватили эту русскую песню. В этот день зал историко-культурного центра был заполнен до отказа. Ведь тысячелетие представления святого князя Владимира – событие духовное, государственное и культурное. Эта дата очень обязывающая всех нас, потому что вера наша православная – это вера не только наша, это вера наших дедов, наших родителей. И быть достойным этой веры – это всё равно, что принимать присягу своей Родины. В концерте, посвященном такой знаменательной дате, приняли участие и приглашенные студенты музыкальных образовательных учреждений города Москвы. Николай Калягин – студент второго курса колледжа при консерватории Петра Чайковского. Он в первый раз в нашем городе. Город прекрасный, зрители отличные. Должен отметить, публика была одна из лучших, которая нас встречала когда-либо на концертах. Артём Алёшин – учащийся Московской музыкальной школы имени Лемешева. Уже второй раз радует наших жителей своим голосом. Мы же, на самом деле, не такие уже известные. И вот когда мы приезжаем сюда, и мы увидим то, что заполненный до отказа зал, и даже люди из зала смотрят, выйдя даже практически на улице, слушают нас. Ты ловишь такой просто непонятный кураж, тебе хочется радовать зрителей. Я очень счастлива, что мне выпала такая уникальная возможность посещать такие концерты. Я была просто удивлена высокому уровню организации, талантам, которые представлены здесь, настолько интересно и ярко. Духовенство храма Рождества Пресвятой Богородицы села Тарычёва совместно с сотрудницей историко-культурного центра Ириной Маскаевой организовывают музыкальные вечера их другим датам православного календаря. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Екатерина Чернышёва. Видное ТВ.